Рассмотреть, это значит необходимо изучить возможность строительства водохранических на территории Павлодарской области предварительно. После этого, если мы в целом найдем, во-первых, место, мы должны с гидрогеологами провести консультацию. После этого, если мы найдем место и возможности для хранения воды, то есть там же нужны большие земельные ресурсы, отделы, плюс к этому рельеф должен подходить, переброс должен быть естественным способом, как и во всех водохранических, там не должно перекачиваться. Соответственно, после этого мы сможем рассматривать и выходить в правительство с этим предложением. Это моя инициатива, я считаю, это нормальная, область должна развиваться, и мы должны иметь в том числе и свои водные запасы. С точки зрения безопасности по обеспечению питьевой воды, вы не забывайте, что Ешкышина, мы самое меньшее потребляем ЖКХ, но ЖКХ подраздновает на питьевая вода. Город Павлодаски и питаются, город Тикебастур, город Отсул и фактически 10 районов области. Фактически 2 города и 10 районов. Вернее, 3 города и 10 районов. Успенский и Щербактинский пользуются подводными ресурсами. Это чтобы не зависеть вообще от попусков водохранения? В том числе помогать попускам. Это зависит от объема водохранических. Смотрите, Упторминское водохраническое объемы у нее почти 50 миллиардов километров. Щербинское тоже водохраническое. Оно 4,5 или 5 миллиардов кубичных метров. Фактически 10 раз меньше. То есть 5 миллиардов кубичных метров и 50 миллиардов. Поэтому здесь вопрос в том, что мы, во-первых, релетованы определить земельную чарту. Возможности, с точки зрения водных ресурсов Ешкыша есть. Потому что, как я говорил, водяной приток Ешкыша это 33,4 миллиарда кубов. Которые, в принципе, протекают через нашу область. На протяженности 720 километров. То есть Ешкыш от границ Майского района и лежимого вольмена Акулинского района до границы Железинского и Ешкышского района это 720 километров. На этой протяженности мы должны вместо гидрогиологов, гидротехниками выявить место, в котором могло естественным образом быть водохранилищем. Плюс к этому этот участок земли должен быть свободный. Плюс к этому объем водохранилища и так далее мы будем уже считать. После этого идет техника экономической обоснования. То есть это все займет не менее 3-4-летни.